Залонный курс по дисциплине. Методы спора и анализа медико-биологической информации. Лекция 5. Часть 1. Методы частотно-временного анализа. Частотно-временные свойства базисных функций. Плоскость частота времени. Для анализа и сравнения частотно-временных локализационных свойств различных базисов используют плоскость частота времени. Любая функция ФИОТ может характеризоваться интервалом ИТТ на временной оси и интервалом ИОМЕГА в фурье области, в которых содержится 90% ее энергии, сосредоточенной около центра тяжести функции. Модуль ФИОТТ в квадрате и модуль ФИОТОМЕГА малого в квадрате. Тогда в этой плоскости функцию ФИОТТ можно изобразить в виде прямоугольника, что и представлено на рисунке в конце данного слайда. Очевидно, что смещение функции на ТАУ от исходного состояния вызовет перемещение прямоугольника параллельно оси Т. Модуляция этой функции комплексной экспонентой сдвигает прямоугольник параллельно оси ОМЕГА, что представлено на следующем рисунке. Влияние смещения ТАУ и модуляции функции ФИОТТ на ее положение, плоскость и частота время. Масштабирование функции и ее сжатие или растяжение приводит к развороту прямоугольника. Действительно, получим новую функцию ФИОТТ. Масштабирование функции ФИОТТ на коэффициент А. ФИОТТ равняется ФИОТТ. Энергия такой функции равняется формуле Е от ФИ первого, равного интегралу от минус бесконечности до плюс бесконечности, квадрату модуля ФИОТТТ и равно интегралу от минус бесконечности до плюс бесконечности, квадрату модуля ФИОТТТ, следовательно, ширина функции ФИОТТ равна ИТ, равная единица, деленная на А и умноженная на ИТ. В соответствии со свойством масштабирования, Фурье преобразования, влияние масштабирования на положение функции в плоскости частота время показано на следующем рисунке. Описание рисунка. Положение функции ФИОТТ на плоскости время частота при масштабировании на коэффициент А меньше единицы, ФИОТТ равняется ФИОТТ. На плоскости время частота Дельта функции Дельта от Т минус КТ нулевое выглядит как показано на следующем рисунке 5,4А То есть, эта функция обладает свойством хорошей временной локализации, но плохой локализации в спектральной области. Она имеет равномерный спектр на всех частотах. Рисунок 5,4А Рисунок 5,4А Дельта функция Дирека на плоскости время частота Рисунок 5,4Б Базисные функции Е в степени КОМЕГА нулевое Т ФИОТТ ФИОТТа на плоскости время частота Базисные функции ФИОТТА наоборот Обладают хорошей частотной локализацией В то время, как во временной области Они имеют бесконечную протяженность ФИОТ ОМЕГА ТАУ равняется Интегралу от минус бесконечности до плюс бесконечности В умноженному на ОМЕГА минус ТАУ Умноженному на Ф от Т Умноженному на Е в степени минус Ж ОМЕГА Т ДТ Формула 5,1 Как будет видно из дальнейшего Для достижения хорошей временной локализации Преобразования Как указано в формуле выше В качестве окна необходимо выбирать функцию ГАУССА Такое ФУРЬЕ преобразование Носит название преобразования ГАБОРА Ограниченное во времени Преобразование ФУРЬЕ на плоскости время частота Показано на рисунке 5,5 Рисунок 5,5 Ограниченное во времени преобразование ФУРЬЕ на плоскость Ж ТАУ от ОМЕГА ТАУ Равно Е в степени Ж К ОМЕГА нулевое Т В помноженное на Т минус ТАУ нулевое При сдвиге ТАУ нулевое и К равным 1,2,3 Вещественная часть В изображение функции в плоскости время частота Заштрихованные прямоугольники Принцип неопределенности Как следует из свойства масштабирования ФУРЬЕ преобразования Ширина базисной функции во временной и частотных областях взаимосвязана Расширение функции во временной Закономерность, связывающая две эти величины, называется принципом неопределенности В качестве меры концентрации энергии любой функции по времени и по частоте Принимает произведение вторых центральных моментов функции ФИ от Т и ИСПЕК Предположим, что ФИ от Т и ФИ большое от ОМЕГА уже центрированные функции Если это не так, то путем смещения и модуляции ФИ от Т можно отцентрировать Тогда ширины функции можно определить как Описано в формулах 5.2 Принцип неопределенности утверждает, что Если ФИ от Т убывает быстрее, чем теница, деленная на корень Т При Т, стремящемся к плюс-минус бесконечности То Мю с индексом Т в квадрате, умноженное на мю с индексом ОМЕГА в квадрате Больше либо равно ПИ на 2 Где равенство справедливо Только если ФИ от Т равняется корню из альфа, деленное на ПИ и умноженное на Е в степени минус альфа Т в квадрате То есть является функцией Гаусса Базисные функции частотно-временного анализа Итак, частотно-временный анализ предназначен для выявления локальных частотно-временных возмущений сигнала Вследствие карьковременности таких возмущений Сам сигнал может рассматриваться как заданный в L2 То есть для одномерных сигналов на всей действительной оси R Минус бесконечности до бесконечности С нормой модуля-модуля Ф от Т в квадрате Базисные функции для частотно-временного анализа будут иметь следующий вид ПСИ от Т деленное на А минус Б деленное на А равно ПСИ от Т минус Это позволяет сохранить относительную плотность расположения базисных функций по оси Т При расширении или сжатии самой функции И при Б деленное на А равно Дельта и равно-равно константе Рисунок 5.6 Вивлет преобразования на плоскости время частота R А. Пример базисных функций вивлет при различных масштабах П. Изображение Таким образом базисные функции для частотно-временного анализа Должны обладать следующими свойствами Ограниченность То есть принадлежность L в квадрате Интеграл от минус бесконечности до бесконечности Модуль ПСИ от Т в квадрате ДТ меньше бесконечности Локализация Базисные функции вивлет анализ В отличие от преобразования Фурье Должны быть локализированы То есть определены на конечном интервале Как во временной, так и в частотной областях Для этого достаточно, чтобы выполнялись условия Модуль ПСИ от Тау Меньше либо равен С 1 плюс модуль Тау В степени минус 1 минус эпсилон И Модуль ПСИ от Омега Меньше либо равен С 1 плюс модуль Омега Все в степени минус 1 минус эпсилон Нулевое среднее Равенство нулю нулевого момента Интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности Омега от Тау Интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности Т в степени М ПСИ от Т ДТ равно нулю Эти вивлеты Много порядка Позволяющие анализировать более тонкую структуру сигнала Подавляя медленно изменяющиеся его составляющие Непрерывный вивлет преобразования Введем базис, отвечающий перечисленным выше условиям ПСИ с индексом АВ от Т равняется 1 деленное на корень из модуля А умноженное на ПСИ от Т минус Б деленное на А Где множитель 1 деленное на корень из модуля А Необходим для сохранения нормы ПСИ с индексом АВ от Т равного ПСИ от Т Пусть А и Б принадлежат Р То есть принимают произвольные вещественные значения Тогда пара преобразований, которые носят название Непрерывного вещественного 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 вещества От Т минус Б деленное на А ДТ Ф от Т равняется С с индексом ПСИ в минус первой степени Интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности ТА деленное на А в квадрате Интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности Квадрат модуля ПСИ от Омега деленное на Омега Д Омега Меньше бесконечности Интегрированием предыдущей формулы по частям Можно убедиться в том, что это условие всегда выполняется Если ПСИ от Омега равна 0 При Омега равном 0 И, следовательно, равен 0 Нулевой момент функции ПСИ от Т То есть выполняется Сравнивая формулы 5, 9, 5, 10 С соответствующими выражениями для непрерывного преобразования Фурье Видим, что роль функции Е в степени Ж Омега Д Здесь играет функция ПСИ с индексом АВ от Т Аналогичная коэффициенту 2П Причем роль частоты играет масштабный множитель Извиниться, деленное на А Однако, так же как в ограниченном времени преобразовании Фурье Базисная функция зависит еще от параметра сдвига B Приведем примеры материнских вилетов, формирующих базис Функции 5, 8 Наибольшей популярностью ПСИ с индексом М от Т равняется Минус единица в степени М Умноженное на Д в степени М Деленное на Т в степени М Экспонента от минус Т в квадрате Деленное на 2 Это вызвано тем обстоятельством, что, как уже было доказано выше Функция Гаусса имеет наилучшие показатели локализации Как во временной, так и в частотных областях При М равном единице получаем Вильверет Представленный на рисунке 5, 7А Который называют Wave Вильверет с равным нулю нулевым моментом При М равном 2 получаем Вильверет Представленный на рисунке 3, 7П Называемый Мексиканская шляпа MHAT вилет ПСИ от Т равное 2 деленное на корень из 3 ПИ в степени минус 1 четвертая Умноженное на 1 минус Т в квадрате И умножить на Е в степени минус Т в квадрате Спектр Фурье этого Вильверета уже Поэтому он имеет лучшее разрешение Функция Гаусса образует также ток Вильверет Разность двух Гауссиан ПСИ от Т равняется экспоненте от минус Т в квадрате на 2 минус экспонента от минус Т в квадрате на 8 Широкое распространение получил Вильверет Морлет Рисунок 5.7В ПСИ от Т равно Экспоненте от Жи омега нулевой Т Экспонента Минус Т в квадрате на 2 Где омега нулевая Доминантная частота Позволяющая варьировать Избирательность базиса Рисунок 5.7 Примеры базисных функций Вильвертов А. Вильверт Б. МХАТ Вильверт Мексиканская шляпа В. Ильверт Морле Свойства непрерывного вильверт преобразования Линейность Пусть функции Ф от Т И Ж от Т Принадлежат Л2 Тогда СИ ВТ Множенное на Ф Вспитая Ж от АВ Равно СИ ВТ На Ф От АВ Плюс СИ ВТ Ж От АВ Стриг Рассмотрим непрерывное преобразование Юбилет функции Ф1 от Т Равное ФС ВТ С индексом Ф1 От АВ Равняется Единица 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 Деленная на корень из модуля А Помноженное на интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности Ф от Т Множенное на ПС Мы От Т Множенное на А ДТ И равно Единица Деленная на корень из модуля А Множить на интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности Ф от Т Множить на Ф2 От Т1 Минус Б и равно cwt с индексом f1 от a, b минус b с черточкой. То есть вельвет образ функции также сдвигается на b с черточкой. Это иллюстрируется на рисунке 5.8. 5.8. Иллюстрация свойства сдвига непрерывного вельвета преобразования сдвиг функции во временной области ведет к сдвигу ее вельвет образа. Масштабирование. Рассмотрим далее непрерывное преобразование вельвет функции. f1 от t, единица деленная на корень из c, умножить на f от t деленная на c, где множитель единицы деленная на корень из c введен для сохранения энергии. имеем cwt с индексом f1 от a, b равняется единица деленная на корень из модуля a умноженного на c, умножить на интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности и равно корень из c деленная на модуль a умножить на интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности psi от ct1 минус b деленная на a умножить на f от t1 до t1 и равняется cwt с индексом f от a деленная на c, b деленная на c. То есть, вилет преобразование также подвергается масштабному преобразованию. Это означает, что если функция расширяется во временной области, то масштабно-временной частотно-временной плоскости a, b она также расширяется. Рисунок 5.9 Иллюстрация свойства масштабирования при c, равном 2. Преобразование вилет функции f1 от t, cwt с индексом f1 от a, b перекрывают cwt с индексом f от a, b.